...энергии человек и очень позитивной энергетики, потому что на ваши глаза заглянешь вот так вот разочек и сразу же становится на душе немножко лучше. Поэтому спасибо, что вы сегодня с нами, у нас в гостях, и я думаю, что несколько вопросов, которые интересуют не только меня, но и тех, кто собрался сегодня для того, чтобы смотреть, что такое Джордж Шакашвили, что это за бренд и кто вы есть. Ну, начнем с того, что очень много источников, соответственно, пишут о том, что вы живете в Дании. Правда ли это? Я жил в Дании. А микрофончик будет? А я жил в Дании. Этот бренд я открыл в Копенгагене в 2009 году и продавал в несколько магазинах, бутиках. А потом свой бизнес перенес в Грузию, потому что Грузия стала одной из модных столиц и очень популярной. И оттуда я веду свой бизнес. Открыл свой магазин, а до этого у меня явился шоу-рум и студия, где шился вся моя одежда. Конечно, но в limited edition я сильно не произложу свою одежду. Как вы вообще попали в Данию? Почему в Дании? Не каждый, потому что просто, я понимаю, Европа... Я женился на датчанке. 7 года мы жили в Грузии, а потом 4 года в Дании, потом в Кении, в Найробе 4 года. Сейчас же я живу в Стамбуле полтора года. А с августа обратно в Копенгагене мы можем встретиться, так что... О, это очень круто. Вообще, вы много путешествуете, вы напитываетесь вот именно тем, что видите, тем, что чувствуете, тем, что слышите. А как вообще страны Азии, Африка меняют ваше восприятие, стиля? Как на вашей коллекции, соответственно, реагируют? Не то, что для коллекции, а для жизни это тоже интересно. Жить и путешествовать не только воображение, а физически тоже, потому что всякие эти этнические моменты в Африке и не только этнические, всякие моменты, может быть, инспирация в жизни, создавать моду так более легко и более органично, и не отманиваешь себя, и не отманиваешь покупателей, потребителей, что это твое, и мысленно, и соображаешь то, что делаешь. Например, эта коллекция была инспирирована после того, когда я увидел полуразрешенные дома в Стамбуле между греками и турками, произошла война давно, и вот когда выгнали греков из Стамбула, вот эти дома на них все равно оформлены, не могут власти разрушить, и они сами разрушаются, и я как-то об этом подумал, как они покидали свои дома, и чуть-чуть тоскливо было, но все равно это создал такой образ, покидающий свои дома и свою страну греки, и мог донести идею или нет, я не знаю, но, может быть, видеоролик вам как-то подсказал, потому что здесь невозможно было сделать тот антураж и аксессуары принести, и сцену, которая крутится, постановку театральную, так что... Хорошо, почему вообще для грузинских дизайнеров вот черный цвет, это вот номер один, почему это характерно, и не только черный цвет доминирует, почему именно реконструктивный крой тоже имеет место, вот первое? Ну, знаете, что искать новые формы, надо разрушать старые, а это уже говорит, что это конструктивист, это чуть-чуть маленькие революционные шаги в моде, по-другому не построишь новые, не новые формы, не новые силуэты и так далее. Что касается черного, я буду очень кратко сказать, что черная и философия, и форма, и взгляд жизни, и традиции, и негативные, и пози-позитивные стороны имеют черное, но я одно всегда говорю, кто носит черное, у нее душа цветная, потому что не надо дополнительные цвета, так что вот это и есть мое оправдание. Остальное, когда мы познакомимся близко, мы можем о черном много говорить часами, так что носите черное свободное, оно не траурный цвет, и никакое, оно поглощает другие цвета, и оно содержит сам все цвета планеты, так что очень интересный цвет, черный, элегантный, простой, оно не ущемляет вашу личность, наоборот, помогает, что вот вашу красоту, на первом плане, что было, остальное, одежда просто была в дополнительной части вашей красоты, а так, когда много всего наряжаются, девочки, да, уже там теряешься, где посмотреть, на платье, на лице, на ногу, или что, так что мое понятие таково, и второе, скажу, что я не только черные употребляю, вы видели многие ахроматические тона, и это мне помогает для того, что сделать трансформации, одежды, там много деталей были трансформации, это мне дает возможность формами чуть-чуть поиграть, и создавать из одной формы другой, и что сам покупатель, сам потребитель был участвовать в той процессе, чтобы самые мои потребители узнавали, чтобы они сами дизайнеры, они часть этой формы, потому что иногда вот эти буговки или змейки так закрываются, что я сам забываю, и потребитель находит новое решение их носить, потому что у всех женщин разный подход носить одежду, одно, и второе, то, что у них чувство силуэта другое, так что. Хорошо, вы очень много путешествуете, сколько у вас Грузии? Вот такой вот будет вопрос. То есть, насколько вы какое-то наследие грузинское применяете, много ли применяете в моде, в красоте, в стиле, в своих коллекциях? Или же все-таки вы вот человек мира, и так, вот Грузия окей, но... Да, полностью стопроцентный грузин, полностью, но мода это глобальная, мода не имеет национальности, так что, может быть, грузин, который создает моду, в которой нету национальности, у меня нету такой подход. Моя одежда должен продаваться и в России, и в других странах этой планеты, так что такое понятие... Но вы какие-то элементы национальные используете в своих коллекциях? Ну, конечно, я когда преподавал, даже это было обязательно, что национальные элементы, это громко сказано. Даже грузинская одежда совмещает кавказскую одежду, которая еще полностью не объяснена, что грузинская, что чеченская, что дагестанская и так далее. Я долго изучал все эти элементы, но да, есть исключительно грузинские элементы, о которых мы можем в другой раз поговорить. Но, конечно, чувствуется в подходе, как я создаю коллекцию, как строю линию, как строю композицию, есть что-то такое грузинское, можно сказать, что грузинский человек. Да, хорошо, присутствует. Какую роль мода играет в вашей жизни? На каком она месте вообще? Семья и мода в первом месте, остальное на втором и третьем. Хорошо, принимается. Могли бы вы работать дизайнером на любой другой модный дом? И если да, то на кого бы хотели работать? Нет, я работал для одной компании, но было трудно, чтобы мои идеи донести так, как я хотел, потому что вкусы другие. И, знаете, тогда должен потерять то, что имеешь свое, и не знаю. Но если бы вам разрешили вот прям творить от и до, какой бы бренд вы выбрали? С кем бы хотели поработать? Ну, я люблю японский бренд, очень. Рэй Кавакубу, Хонде Гарсон, я люблю Йоджи Ямамото, я люблю Ассура Таяма, я люблю белгийских шестерок. Я рос на такую моду концептуальную, я люблю, что в моде есть глубина и какой-то месседж носит и доносит до людей. И потому что одежда, что это ткань, да, все могут сам быть дизайнером, если ты не имеешь какой-то месседж и не хочешь донести до людей твое мнение, и твое субъективное чувство и решение, что тогда это остается просто кусок ткани, который просто надо носить и выбрасывать. А когда носишь одежду, человек, который думает, размышляет и так далее, ты уже по-другому, гордо носишь его и даже можешь два-три раза больше заплатить, потому что это отличает от других брендов. Например, например, вы платите их для их одежды очень дорого, потому что вы знаете, для чего вы тратите столько денег. А H&M вы заходите, потому что вы не ожидаете от них, кто стоит, когда и так далее. Там дешево и знаете, что все равно будет доступно для вас, если попадет, купите, если нет, нет. Например, я когда был в Токио, да, я искал долго на Шибуе в магазин Ком-де-Гарсон и в одном торговом центре еле-еле нашел. Даже путеводитель дали и отметили, что я нашел этот корнер. И там не было моих размеров, но я все равно купил шапку. Я эту шапку не ношу, но просто символично я потратил деньги для того, чтобы у меня была какая-то вещь от нее. А если бы я зашел в H&M, не нашел ничего, я вышел бы легко. И не потратил толком времени, потому что H&M везде, во всем городах, во всем торговых центрах и так далее. А у них нет претензий, чтобы быть особенным и креативным. Наоборот, они крадут шикарно наши идеи и потом дешево делают для вас, чтобы было доступно. Ну, то есть вы масс-маркет вообще не носите? Что? Масс-маркет вообще не носите? Да, конечно, ношу. Это о чем идет? Да, иногда ношу. Но Jack and Jones джинсы, да, у меня одеты и селекты. Да, это мои туфли, моя майка. Ну, конечно, я смешиваю их иногда. Надо стилизировать. Я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, как мы себя ведем. И как я себя веду. Может быть, другие не ведут. Кого бы вы привели в пример, как человек, который всегда хорошо выглядит? Я даже не додумался. Всегда хорошо выглядит, это нехорошо. Я так скажу. Потому что мы люди, мы часть социума. На нас отражаются всякие эмоции, чувства. Иногда мы рассержены, иногда день удалось, иногда нет. Иногда мы не можем встать из постели, потому что был трудный день. Или очень много выбили, или кто-то нас огорчил. Так что это просто вопрос с ним нет. Принимается. Я видела в вашем инстаграме последний пост. Вы побывали в наших достопримечательностях в Екатеринбурге. Как вам вообще впечатление от города? Самое большое достопримечательное – это эти женщины Екатеринбурга. Потому что они такие красивые. Хорошо. Есть какие-то особенные отличия от Екатеринбурга и Екатеринбуржих, а от остальных? Да, они очень горячие, можно сказать. Они так тепло меня приняли, что этого не ощущал, когда я был в Москве. Не знаю, почему. Может, это у вас... Жорг, вы потому что так смотрите. Вы смотрите, начинаете сразу улыбаться, и мы вам все улыбаемся. Понятно, Екатеринбурженки? Екатеринбурженки, а? Нет, ну, а что, когда люди тебя встречают? Нет, мы так раз все устраивают. Нет, хорошо смотрят. А люди тебя принимают теплотой, а ты должен хотя бы улыбку подарить, да? А что у меня есть? Я бы все подарил, но не хватит. Хорошо. Топ-5 вещей, последний вопрос, и мы закончим наш прекрасный паблик. Топ-5 вещей, которые нужно сделать, побывав в Тбилиси в первый раз. Ой, в первую очередь, ну, 5 вещей, это кухня грузинская, грузинское застолье. Без этого все равно вы не выкрутитесь оттуда, потому что, в самом деле, это очень... И архитектура, старинная архитектура, если вам интересный музей, который очень интересный, надо просто целенаправленно идти и посмотреть грузинская мода. Очень интересно, мы не только двое, там целая армия интересных, очень интересный дизайнер своим решением, не только черный делает, они очень пёсые, цветные. И, кстати, Баленсиагу, возглавляет Демна, вы все знаете. Только что ушел из дома Терри Мюклера, Дэвид Кома, он тоже, Давид Комахидзе, так что он тоже грузин, Кет Иван Майса, я тоже работал вторым дизайнером у Кусейна Чалаяна. Может быть, многие не знают, что многие грузины давали пору или создавали хорошую моду, но сейчас стало как-то это очень более, когда информация распространяется открыто, открыто и вот так. Но что касается Демны, Демна из-за антой моды создает те тенденции, разрушает всякие формы и рамки моды. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но не забывайте, что он из Абхазии, и он пережил то, что перешел перевал, когда покидал Абхазию, и пережил то, когда вот эти большие сумки носили беженцы, и попадали в снегу, в грязь, с каблуками, чтобы не скользило, они чулки надевали на сапоги и так далее. Все это отражается потом его творческо, и я обожаю это, потому что он никогда не лжет, он показывает то, что он пережил. Просто было бы хорошо, чтобы многие Демногвасалии не рождались и не подражались. Это потому что все равно они не могут пережить то, что он пережил. Хорошо, спасибо. Давайте поаплодируем Георгия Шагашвили. Вы знаете о том, что прямо сейчас вы подарите какой-то подарок одному из наших гостей? Есть подарок у вас? Подарок есть, от вас есть подарок. А сейчас я так и знала, что это будет Кэпи, мы сейчас развергаем следующим образом. Давайте пару-тройку вопросов от наших гостей, если есть такие вопросы. Если нет, то я какой-нибудь интерактивчик сделаю. Если есть вопросы, поднимайте руку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!